СЕМЬ АГАФОНОВ БЕСТОЛКОВЫХ Жили-были семь братьев, семь агафонов, семь бестолковых. Надоело им дома сидеть. Задумали они по свету погулять, людей повидать, себя показать. Как, братцы, поедем? По воде или по земле? По воде лучше. Спустились агафоны к реке, сели в лодку. Давай грести. Одни вправо гребут, другие влево. Не идет лодка ни туда, ни сюда. Стоит на месте. Испугались агафоны. Видно, кто-то нашу лодку держит. Услышал их рыбак, говорит им. Эх вы, мекинные головы! Да если вы будете в разные стороны грести, лодка век с места не сдвинется. Все в одну сторону гребите. Послушались агафоны. Стали в одну сторону грести. Поплыла лодка. Эко чудо! Эко диво! — кричат агафоны. Долго ли, мало ли плыли. Подул ветер. Озябли агафоны. Давай, братцы, костер разожжем. Сказано, сделано. Разожгли в лодке костер. Стали греться. Тут лодка и загорелась. Беда! — кричат агафоны. Беда, братцы! К берегу гребите! Причалили к берегу. Выскочили все из лодки. И бросились в деревню. К колодцу за водой. Лодку заливать. Огонь тушить. Пока бегали, у лодки дно выгорело, и начала она тонуть. Стоят агафоны на берегу. Затылки почесывают, горюют. Эх, хороша лодка была. Надо бы вытащить ее. Да не досуг сейчас. Один агафон и говорит. А я, братцы, вот что придумал. Сделаем на воде пометку. Когда задумаем лодку вытаскивать, по этой пометке узнаем, где лодка лежит. На том и согласились. Решили теперь агафоны по земле двигаться. Достали пегую кобылку, стали ее запрягать. Взяли два агафона хомут с обеих сторон, а другие агафоны давай кобылу нахлестывать, в хомут загонять. И сами умаялись, и кобылу замучили. Что это вы, молодцы, делаете? Спрашивают люди. Да вот, хотим кобылку запрячь, только не получается у нас. А вы возьмите хомут, да наденьте его на кобылку. Так-то оно куда проще будет. Взяли агафоны хомут и враз надели на кобылку. Уселись в телегу и поехали. Пока дорога под горку шла, кобылка бежала. А как дорога в гору пошла, остановилась кобылка. Стали агафоны посвистывать, стали кобылку похлестывать, а она не с места. Как тут быть? Что тут делать? Надо, братцы, кобылку облегчить. Надо поклажу на себя взвалить, говорят агафоны. Переложили они всю поклажу из телеги к себе на плечи, а кобылка не с места. Сидят агафоны в телеге и понукивают, и посвистывают, и вожжи дергают, и кнутом машут. Не идет кобылка. Хорошо мимо прохожий шел. Остановился он и говорит. Вы бы добрые молодцы, чем нукать да дергать. Слезли бы с телеги, вот лошадь и въедет на гору. Обрадовались агафоны. Экай ты разумный, дедушка. Без тебя бы нам и не догадаться. Соскочили они с телеги. Кобылка и втащила ее на гору. Поехали семь агафонов, семь родных братьев дальше. Много ли ехали, мало ли ехали, только сломали на ухабе оглоблю. Как теперь быть? Как беде помочь? Надобно, говорят, новую оглоблю вырубить. Глядя, на обочине две березки растут. Срубили агафоны одну березку, примерили длина. Бросили, срубили другую. Очистили ее, стали к телеге прилаживать. А на оглобля-то коротка. Подосадовали, подосадовали агафоны и говорят. Ничего не остается, братцы, надо нам эту короткую оглоблю растянуть. Привязали агафоны к обоим концам оглобли веревки, схватились и давай тянуть в разные стороны. Кряхтят, потом обливаются. Собрался вокруг них народ, смотрят все, дивятся. Что это вы, ребят, затеяли? Да вот оглоблю окоротили, так растянуть хотим. Эк, что вы придумали? Да вы длинную оглоблю возьмите, сколько надо отрубить, небось проще будет. Справили агафоны это дело. Поехали дальше. Много ли, мало ли ехали, только стало смеркаться. Заехали агафоны в деревню, стали на ночлег проситься. Пустили их. Вот они кобылку распрягли, а телегу оглоблями в ту сторону поставили, куда им завтра ехать было надобно. Управились, пошли в избу спать. Поутру агафоны проснулись и говорят. А все ли мы тут, братцы? Не затерялся ли ночью кто из нас? Стали считаться. Один агафон считал, только шесть агафонов насчитал. Другой агафон стал считать, опять только шесть агафонов насчитал. Третий агафон принялся считать, опять седьмого агафона не достает. Всполошились агафоны. Шумят, кричат, руками машут. Подошел к ним мужик и спрашивает. Что это у вас за беда стряслась? А то разве не беда? У нас один агафон ночью потерялся. Да сколько вас всех-то было? В семеро? Сколько считаем одного, все не хватает? Эх, вы умные головушки, говорит мужик. Да вы так никогда и не досчитаетесь. Каждый из вас, как станет считать, себя-то в счеты не кладет. Полно горевать. Все вы целы. Обрадовались агафоны. Спасибо тебе, дядюшка. Если бы не ты, до смерти мы все горевали бы, все пропавшего братца искали бы. После того пошли они к своей телеге, запрягли кобылку, сели и поехали. А телегу ночью кто-то повернул оглоблями в другую сторону. Едут семь агафонов, семь родных братьев. Сами диву даются. Что это, братцы, места никак знакомые. Ехали они, ехали и приехали в свою деревню. Остановились и давай кричать. Эй, добрые люди, какая это деревня будет? А людям в ответ. Эх, вы, агафоны бестолковые. Или вы свою деревню не признали? Да какая же это наша деревня? Ведь у нас на ночлеге телега в другую сторону оглоблями стояла. Видать, мы что-то перепутали. Вошли агафоны в свою избу, уселись за стол, Стали щихлебать да рассуждать. Как все это приключилось? Говорят и до сих пор сидят. Никак не столкуются.